Но я знаю только то, что поезд сзади едет, стремительно он приближается, и в самый последний момент, и в самый... Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в My Summer Car. Прекрасные деревенские приключения. У нас сегодня с вами смертельный вторник, и у нас всего 1425 денег. Потому что мы потратили их на колеса, которые нам в итоге и не доставили. Я не знаю, где они, я не знаю вообще, что происходит в этой игре, как зарабатывать здесь деньги, я тоже не знаю, но я хочу это выяснить. И сегодняшняя наша цель это заработать хотя бы копеечку, хотя бы что-нибудь. Оп! Друзья, как начать устроить совместный просмотр нового анимационного сериала на Кинопоиске? И я сейчас говорю об очень важном проекте и для меня в том числе, потому что его создатели мои хорошие знакомые. Егор Лоскутов и Димаса Индук. Это мультсериал «Объяснялкины». Сюжет вращается вокруг семьи, которая по контракту обязана снимать образовательное шоу. И никто из ее членов не имеет права стареть и умирать. Да, вы поняли, это не детский и не семейный сериал. И уж точно не образовательный проект. Это шоу 18+, со взрослым юмором. Задача семейства объяснять, объяснять и еще раз объяснять. В какой-то момент им настолько это надоедает, что они решают саботировать процесс и признаться всем, что они далеко не идеальная семья. Чтобы продюсер в итоге самолично разорвал их контракт. Это реально интересный проект, который из ютубовского скетч-шоу, я это уже видел, на канале Сындука, вырос до полноценного мультсериала. И я очень хочу поддержать ребят, Егора и Диму. И вас, друзья, призываю тоже это сделать. Вы можете посмотреть объяснялкиных только на Кинопоиске. Там уже доступно два эпизода, лично я их уже посмотрел. И могу сказать, что экшен там начинается сходу. Динамика отличная. И тебя сразу знакомят с персонажами. И темы, которые затрагиваются в сериях, достаточно противоречивые. Над которыми можно подумать. И раскрываются они в довольно абсурдной манере, отчего серии залетают очень легко. Вас ждет качественная анимация, отличный юмор, много забавных отсылок. И разумеется, это все приправлено голосом Сындука. Переходите по ссылке в описании под этим видео. Используйте промокод SAGOS. И получите 45 дней подписки Яндекс Плюс для новых пользователей из РФ. Ну что, гоу смотреть вместе. Пойдем травмироваться. Я все никак не могу выучить свой дом. Где у нас тут что? Где ванная? Это не ванная. А, вот здесь. Нам нужно попить срочно. И как понять, дело идет к ночи или наоборот к утру? Смотрите, тут есть записка на холодильнике. Не ленись, почини машину своего папы. Можно одолжить дядин фургон синий. Что за дядин фургон синий? Ну-ка, давайте ляжем спать. Мы не можем спать, потому что мы не устали. Ага, кажется, светает сейчас. Я не питаю надеждой, что я смогу сегодня починить нашу машину. Но мне кажется, я смогу хотя бы что-то заработать. Во-первых, нам нужно... Ой, аккуратней. Первым делом нам нужно понять, где живет дядя. Возможно, мы сможем это понять, если как следует осмотрим наш дом. Но у меня лишь есть карта. Если бы вы были дядей, где бы вы жили? Здесь, тут, там. Короче, синий фургон, это наш ориентир. Садимся на мотик и погнали. Дядя, я еду. Погодите, по-моему, становится только темнее. Дядя, я не еду. Я иду спать. Я не могу спать. Давайте чуть-чуть под душем постоим. Уберем всю нашу грязность. И пойдем спать. Во, можно спать? Пожалуйста, дай мне поспать. Ну, давай, нырни. Нырни мордой в кровать. Оп. А, вот все, я лег, наконец-то. Ну-ка. Ой, стало еще темнее. Вот дерьмо, нельзя никак скипнуть время. Ведь я не устал. У меня сбитый режим. Это очень плохо. Давайте баньку, что ли, затопим? Заодно стресс уберем. Ах, наполним ведро. Заодно и попьем. Заодно и помоемся. Как-то я быстро загрязняюсь. Заодно и пописываем. Прямо в ведро. Но у меня нет специальных масел, которые можно добавлять в воду и брызгать на камни, чтобы было прикольно, ароматно. Поэтому пользуйтесь подручными средствами. Что у нас по времени? Сейчас... Ой, боже мой. Только три часа ночи. Сейчас даже трех нет. Стопэ! Тут появился дротик. Доставьте рыбу для бабушки. Та самая бабушка из предыдущей серии, которая просила доставить рыбу. Это бабуля. Ты можешь мне привезти немножко рыбы, если будет время? Я не хочу идти на озеро со своими больными ногами. Значит, мы теперь поедем вот так. И нам нужно будет по железной дороге проехаться. Нам не обязательно по железной дороге. Мы можем просто здесь повернуть направо и доехать до бабушки. Все, задание получено. Так, в скором порядке принимаем баньку. Давай быстрее. Ну, поднимайся. Ну, поднимайся же. О, смотрите, дрыгается. Пошло вверх. Вот. Ну-ка. Все. Смотрите, стресс убирается. Стресс исчезает. Уходит просто. Вот. Ох, как хорошо. Смотрите, уже и видно небо. Вот, пошло. Как говорил мой дядя, чем больше пара, тем меньше стресса. Так, по времени что у нас? Ага. Уже полпятого. Может, спать можем? Мы можем спать. Оп. Завалился. Сейчас скипнем время и поедем бабушку нашу выручать с ее рыбой. Да. Отлично. Шесть утра ровно. Убираем стойку. И стартуем. Ага. Ага. Погнали. Да чтоб тебя. Ну, сразу вот так вот прям. Ну. Давай. Все, свет вырубаем. Значит так, сейчас разбираемся с бабкой и ее рыбой. Потом находим фургон. Синий фургон. Дядя. Я не знаю, где он. А потом учимся нормально ездить. Ну, а после, конечно же, мы пытаемся хоть что-то заработать. Потому что без денег мы не выживем здесь. Чертов батя отказался меня спонсировать. Бур-бур-бур-бур-бур. И вот здесь нам нужно повернуть направо. Конечно, будь у меня карта с собой, мне было бы комфортнее. Так, секундочку. Вот домик, который может походить на дом моей бабушки. Заезжаем. Бабушка. Рыба. Кто здесь живет? Так, здесь, по-моему, никого нет. Может, мы рановато съехали с пути. Тогда проедем чуть дальше. Осторожи машина. Аккуратней. Как было близко. Погодите секундочку. Здесь железная дорога. А значит, нам туда. Это было правильно. Это был дом бабушки. Но там даже не пахло ей. И даже не пахло рыбой. Может быть, нужно сказать что-нибудь бабушке. Выходи, бабуль, я говорю ей. Это просто неправильный перевод. Выходи, бабуль. Знаешь что, бабка? Сама со своей рыбой разберешься. Делать мне больше нечего рыбу ей-то искать. Лучше поехали домой. Найдем фургон дяди. А, а, осторожней. Боже мой, аккуратней. Не в хорошем месте ты упал. Вставай. Сейчас, если поезд поедет, мы в самый последний момент повернем в сторону. Вот это будет очень круто. Все девчонки на селе будут впечатлены. И бабка поймет, что зря она мне дверь не открывала. Что зря от меня рыбу отказалась принимать. Такие солнечные лучи, яркие и объемные. Такое ощущение, как будто бы я уже сдох и в раю. Просто я еще этого не знаю. Я знаю только то, что... Поезд сзади едет. О, боже, о, боже, о, боже. Стремительно он приближается. И в самый последний момент. И в самый... В сторону. Да нет, ты меня завернула, нет. Меня завернула. Черт, меня возьми. Амбициозно было начало, но в итоге все это обернулось моей смертью. Я же съехал с дороги. Почему мотик меня обратно туда направил? Однако, смотрите, у нас денег 3000. Я заработал. Ладно, мы больше не можем терпеть эти унижения. Мы сейчас будем на опережение действовать. Мы сейчас сядем на лодку. Поедем вот сюда. И будем ловить рыбу. Когда бабка позвонит, мы уже будем с рыбы на руках. А, нет, еще погодите. Тут же дядя должен быть. Возможно, он возле дома нашего, и у него фургон. Синий такой фургон. Ух, а что такое лежит? Это сюрприз. А или воровасти? Типа, не воруйте. И того чувака ты просишь. А, drive safely. Езжайте осторожней. Это юзабельная. Смотрите, оп. Может, можно открыть? Опа. Бутылочка. Потом, что это? Рандом. Рандомный подарок. Деньги. 60. Видите, у меня теперь 3 600. Я заработал деньги. Я же говорил, что я сделаю это. Что это такое? Турбо. Какая-то наклейка. Вот выпивка, это по мне. Я должен обмыть деньги. За первый заработок. Боже мой. Какое-то крепкое пойло, дедуль. Что-то меня скосило. Надо выпрямиться как-то. Нет, хочется блевануть, но ты не блюй. Смотри на небо. Смотри на солнце. Нет солнца. Тебе нужен какой-то ориентир, чтобы держать горизонт. Вот. Видишь? Вот все выравнивается. Все нормально. Опа. Можно открыть. Постучаться в дверь можно. Я его дома есть, мне плохо. Как неожиданно. И неприятно. Таково я обманываю, очень прикольно. Лучший понедельник в моей жизни. Надеюсь, ребят, у вас мозжечок в порядке. Потому что мне немножко тошнотворно. Ладно, в жизни все надо попробовать, поэтому не переживай. Это все опыт. Так, а сюда на склад можно зайти? Нельзя. Лестница в небо? Нельзя. Вот так вот такие, какие обездельники зарабатывают. Мы на подарках и пособиях живем. А если вдруг добрый дядя еще и фургон оставил, так вообще жизнь удалась. Трактор. Что там по трактору у нас? Погодите, он юзабельный. Ну-ка, заходим. Вот так. Все. Смотрите, работает. Пора трактовать. Значит, зажигание. Сейчас, 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 сейчас. Я почти что его нажал. Получается? Ручку дернули. Так, ага, это дворники. Значит, смотрите. Тут должно быть все очень предельно просто. Дергаешь что-то и что-то работает. Нет, опять. Опять дворники выключить. Так, мне надо выйти. Мне уже реально плохо. Срочно, срочно спать, 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 спать. Вот это иммерсивность. Господи, я реально чувствую себя плохо. О! Что, сонный паралич? Нет, сонный паралич. Нет, это не сонный паралич. Это похмелье. Боже мой. Надо душ принять холодный. Уже меньше стал трястись. Надо похмелиться по-нормальному, по-человечески. Так, ну-ка. Так, что-то тряцка не прекратилась. И в записке от родителей написано, не пей алкоголь. Поздно, мама, поздно. Вы не доглядели. Давайте что-нибудь похавать. Ну-ка. О, можем спать, наконец-то. Ложись. Ну-ка. Да проснись ты нормально. Да что со мной происходит? Да должно быть так. Это все-таки был сонный паралич. Он меня просто так сильно напугал, что я не могу до сих пор отойти от этого. Я просто... Пока что еще я думаю, что так должно быть в игре. Но начинает прокрадываться мысль, что возможно это какой-то баг случился со мной. Поэтому давайте просто еще пару пива выпьем, чтобы сбалансироваться. Пока не отпускает. Ладно, берем мотоцикл. Понимаете, как бы нас не трясло, как бы нам плохо не было, мы же не можем просто сидеть сложа руки. Мы должны работать. А когда смотришь вдаль, все нормально, ничего не трясется. Итак, задача номер один. Мы должны завести этот трактор. Наверняка у него так же, как и у мотоцикла, есть какая-то кнопочка, которая делает подачу топлива. Вот тут канистра, она же не зря здесь стоит. Дизель. Уже что-то, значит мы нашли дизель. Которым мы можем заправить этот трактор. Знаете, мне кажется, это ненормально. Нас не должно так долго трясти. Ладно, я решил перезагрузить игру полностью сначала ее на чай, потому что эта тряска что-то аномальное явно. Я хочу жить в этой деревне с кайфом. Поэтому мы больше не будем пить. Ни в коем случае. Давайте еще разочек заедем к нашим соседям. И примем этот дивный подарок. Итак, деньги. Блин, в этот раз меньше, всего 342. Ооо. Вот, теперь на трезвую голову мы с вами идем к трактору. Он явно здесь не просто так стоит и можно управлять. Мы будем им управлять, черт возьми. Зажигание. Сейчас-то не работает. Кручное ускорение. Вот смотрите, педальки, видите? Оп-оп-оп. Крутится, руль крутится. Отлично. Вот, смотрите. Ну-ка. Да. Надо просто удерживать. Блин, надо что-то изменить. О, смотрите. Нейтралка. Хай. Повышенная. Назад. Один. Первый. Хорошо, что-то есть. Есть. Прекрасно, прекрасно. Начинаем. Ускоряйся. Нет? Так делается. Мы как бы должны уже по идее ехать. Вторая скорость нет, пока еще рано. Давайте первую включим. Ну вот ты, что такое? А ты? Это парковочный тормоз. Его надо, видимо, убрать. Черт, я не думал, что трактора так сложно водить. Значит, еще раз. Ставим на пониженную. Может быть, вот это все-таки надо как-то... Вот почему он заглох? Почему тут урод заглох? А, вот, наконец-таки я нашел бензобак. Вот здесь нужно открутить крышечку и заправить, видимо, его нужно. По-моему, надо супер аккуратно все делать. Сейчас мы подойдем. Опа. Смотрите, льется. Типа мы все, мы все вылили. Может быть, трактор теперь все заведется и проблем больше не будет. Опускаем штуку эту. Заводим. О! Как, как я поехал? Так, один хай. Все опущено. Короче, как-то получилось. Я не знаю как. Но это такой прогресс. У нас теперь есть трактор. Прекрасно. Мы научились. Умница я. Когда-нибудь мне это пригодится, наверное. В общем, гонять по всей этой огромной карте в поисках фургона я не вижу смысла. Я лучше сейчас сосредоточусь на то, чтобы поймать рыбу для бабки. И чтобы далеко не гнать вот через всю карту в город, я попробую туда сплавать на лодке. Просто мне нужно посмотреть. Может быть, там в магазинах есть какие-нибудь снасти, что-то такое. В общем, интересно продается. Удочка какая-нибудь нужна по-любому. Так, город находится рядом с церковью. Где у нас церковь? По-моему, где-то вот тут была. Может быть, вот здесь. Ой, у меня жажда. И голод на максимум. И стресс. На разворот. Да блин. Не могу ничего плодотворного сделать. Хотя, наверное, это даже к лучшему. Потому что солнце уже садится. Я боюсь, что я просто приду к закрытому магазину. Кстати, перед сном прокатиться на лодке тоже клево. Так что не обидно. А теперь скорее идем спать. И сейчас доедем до дома на мотике. Ляжем спать. Все будет нормально. Могут нам даже позвонять сейчас. Сразу квест дадут. Сейчас скорее домой. Был потрясающий по своей бесполезности день. Но могло быть и хуже. Я мог бы, не знаю, под поезд попасть, например. Предлагаю затопить баньку быстренько. Слушайте, а можно ли как-то разогреть еду? Или просто вот так вот ее из холодильника жрать? Не хочется. Хочется тепленькой, прям вкусной еды. Наверное, так можно пожарить. Смотрите, вот. Сейчас включаем на троечку. На пятерочку, чтобы быстро разогрелось. На шестерочку даже. Я не уверен, что это все сработает так, как я ожидаю. Но мог бы чуть-чуть подогреется. Вообще, в чем я должен разогревать еду? У меня даже кастрюль нет, сковородок нету. Все, еду разогрели, хаваем. Отлично. Быстренько паримся. Итак, стресс на минимум. Побежали спать. Ну вот, прекрасно. Утречка настала. Сейчас 8 часов. Ах, благодать. Пора отправляться в город. Добывать себе удочку с Настей и прибанку. Не знаю, что. Найдем. Что-то должно найтись. Потому что я знаю, что в один прекрасный момент бабушка позвонит и попросит рыбу ей привезти. И я должен привезти ей эту рыбу, потому что, возможно, она нам заплатит денег. Итак, лодка вперед. Куда ты поплыла? Куда ты? Аккуратней. И вперед. Твою мать. Все в порядке, все в порядке. А вон и церквушка. Вот теперь я вижу ее. И еще я вижу какой-то домик. По-моему, это небольшой остров. Домик. Давайте заскочим. Лево, я бы хотел себе домишка на таком маленьком острове. И чтобы был причал и своя собственная лодка. Так, посмотрим, что тут есть. Он какой-то примечательный, он не так, как все выглядят. Ну-ка, давайте сходим, посмотрим. Вижу сральню, значит, я могу сохраниться, если что. Смотрите, в него можно зайти. Впервые зашел в чей-то дом. Что это? Сумка с фейерверками. Кружка. Чайник. Давайте мы можем чай себе готовить теперь. Здесь есть камера. Лампа. Погодите, это все супер классно. Это что такое? 301. Прочитай, чувак, вслух, что это такое? Понял, спасибо. Короче, какое-то ведро, я не знаю, для чего оно нужно. И еще одна банька. Нифига себе, я могу что, здесь теперь жить? Деревянная переноска. Слушайте, очень много всяких приметов, которые, мне кажется, стоит стырить. Надеюсь, можно это все в лодку загрузить, чтобы оно не исчезло. Так, лодка что-то оттолкнулась. Так, а это что такое? Фиш-трэп. Фиш-трэп! Рыбная ловушка! Есть! Мы теперь для бабки сможем поймать рыбу. Так, надо понять, как она работает. Значит, вот здесь ее можно открыть. Не ту кнопку нажал. Нет, так дело не пойдет. Собираемся на сушу и еще разок. Значит, вот сюда каким-то образом заплывает рыба, как я. Потом эта штука закрывается. И вот так вот я попал в свою собственную рыбную ловушку. Блин, какое-то очень сложное, хитрое изобретение, которое даже я не в состоянии понять. Неудивительно, что рыба в нее попадается. Наверное, нужно просто взять и кинуть в воду. Вот так. Эй! Как мне теперь достать-то ее? Аккуратненько. Очень осторожно. Заходим под воду. Еще ниже. Блин, мы всплываем как говно. Зачем я швырнул ее? Зачем? Надо что-то придумать срочно. Что это? А, фейерверк. Я достал фейерверк. Поджег. Ой-ой-ой, зря это я сделал. На улицу! На улицу срочно! Вот. Только я подумал, что не стоит держать фейерверк в руках. Так, ну, я что-то вижу. Так, нужно приблизить картинку вот к этому, чтобы она была на весь экран. И тогда вы будете видеть так, как видели до этого, и ничего для нас не изменится. Видите? Я могу еще даже зумить, наверное. Да. Теперь у меня точечное зрение, как у орла. Я не могу. Так, погодите. Я вижу дом. Вижу что-то там есть в нем. Мы зашли в дом. Я вижу чайник. Отлично. Надо его забрать. Но только пока я его держу в руках, я ничего не вижу. Но мы стоим четко к выходу. Мне просто любопытно. Это навсегда? Забавно, что это ни капли не подняло наш стресс. Давайте возьмем фейерверк снова. Я взял фейерверк или как? Нет, я взял сумку. Погодите. Вот. Достаем фейерверк. Да? Я достал его? Я думаю, что клин клином вышибают. Так. Красиво было фейерверк только для меня одного. Однако я не стал лучше видеть. Ну и хуже не стал видеть. Значит, все. Теперь у меня иммунитет к фейерверкам. О, погодите. Я вышел на улицу, кажется. Вон моя лодка. Прекрасно. Так, у меня была мысль. Я хотел взять вот эту вот штуку, которую я прихватил. Вот эту вот я хочу взять. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Очень важно быть аккуратным сейчас. Вообще-то, аккуратным надо было быть до этого. Ну что поделать? Так, теперь нужно отыскать, обнаружить и установить местонахождение нашей рыбной ловуши. Пока это трудность. Я знаю, как найти ее. Погодите. Вот, значит, встали вот так и заходим под воду. Ничего не бойся, Евгений. Все будет хорошо. Слушайте, мне кажется, или мое окошечко, через которое я вижу этот мир, остается больше. По-моему, я излечиваюсь. Я исцеляюсь. Конечно же. Надо просто проморгаться как следует. Вот, смотрите, я снова стал зрячим. Не буду долго ждать. Надо действовать прямо сейчас. Нам нужно выковырить нашу рыбную ловушку. Погодите, она же касается. Неужели нет физики? Я знаю, как проверить, будет ли физика или нет. Допустим, вот лежит фейерверк. Я такой швыряю. Блин, нормально, швырни только. Да, да-да-да-да. Видите, предметы друг друга толкают, когда швыряешь. Соответственно, нам нужно пошвырять немножечко предметы. Главное сделать это очень грамотно и не запороться. Так, швыряем вот в эту сторону. Оп. Надо что-то тяжелое запульнуть. Может быть, эту лампу, она нам нужна на самом деле. Блин, столько всего очень нужного. Во, ведро. Черт, я не думал, что я настолько задержусь в этом доме. Но я нашел ловушку рыбную. Это очень важно. И нам нужно... Я подвинул. О, во, есть ведро еще. И швыряем. По-моему, на данном этапе я просто выкидываю в реку вещи. Черт с тобой, чайник, давай. Ну же. Да блин. Самое обидное, что при этом ловушка не работает. Потому что рыбу еще не поймала ни одну. Давай, ну же, как-то... Так, блин. Я просто пришел в этот дом и скинул все барахло в воду. Смотрите, топор. Он будет добывать на предметы, которые мы будем швырять. Такая, наконец-то, вытащим нашу рыбью ловушку. Почему я не могу срубить полено? Вот, хорош. Слушайте, а если топор такой интерактивный и такой все, и можно ударить. Прекрасная мысль меня посетила. Я буду бить им ловушку. Опа, там рыба. Мы поймали рыбу, отлично. Теперь надо поймать ловушку. Ну-ка. Да. Заодно и зарубим рыбу сразу. Давай. Надо сильнее размахнуться. Ага. Видите? Она двигается. Давай же рыба, я очень голоден. Смотрите, она поднимается. Обратно опустилась. Нет, так не надо. Главное правильно целиться. Ориентир рыбья морда. Вот прям ее кончик. Интересно, что думают люди, когда видят чувака, который бьет топором в воду? Как это выглядит со стороны? Как они себе это объясняют? Поверьте, я не могу себе этого объяснить. О, сосед плывет. Сосед, у тебя есть что-нибудь, чтобы вытащить рыбную ловушку, нет? Понятно. Мои проблемы, это мои проблемы, да? Окей, я это припомню, ублюдок. Давай же. Ну-ка. Ну-ка, а что если я прыгну? Потому что когда я прыгаю, видите, оп, я довольно-таки низко опускаюсь. Это может сработать. Аккуратно разворачиваемся. Тихонечко подплываем. Смотрите. Погодите, что-то получилось почти что. Надо, чтобы лодка оставалась на месте. Давай, есть! Почти что взял, почти что взял. Не будь уродом. Хватай. Да! Рыба поймана. Я рыбак века. Я рыбак века. О, боже мой. Я чувствую себя как самый первый человек в мире, который решил придумать способ поймать рыбу. Вряд ли это был такой способ, но я думаю, он тоже был очень трудоемкий. Не будем брать во внимание то, что за меня уже все сделано было. Придуманы ловушки специально для рыб. И мне нужно было всего лишь аккуратно положить ее на мелководье. Не будем смотреть на это. Мы будем смотреть только на то, что я вытащил эту гребаную ловушку с рыбой. Живой рыбой. Уже не особо живой. Но я ее вытащил. Я придумал способ выйти из этого безвыходного положения. И более того, мне кажется, я смогу сейчас забрать абсолютно все. Оп, взял эту штуку. Я даже понятия не имею, что это такое. Знаете, обычно рыбаки забрасывают в крючок, в воду, спиннинг и так далее. И ждут, пока он что-нибудь поймает. Но рыбак Евгений забрасывает себя в воду и что-нибудь доловит. Вот, ведро поймал. Поймали керосиновую лампу, ребят. Окей, скидываем все барахло в лодку. Конечно же, не забываем про сувенирную кружку. И сумку с фейерверками. Теперь возвращаемся домой с этим барахлом. Только бы все не свалилось. Что это за вспышка? Что это такое? Это береговая охрана? Меня сейчас за браконьерство арестуют? Что, я рыбку поймал? Это редкий вид, какая-то щука. Ну или это просто пришельцы были. А такое в деревне меня даже не удивляет. А вот и мой причал. Теперь нужно будет все это по очереди нести в дом. Давайте начнем с самого важного. Это, конечно же, рыбная клетка. На самом деле, я могу сейчас поесть, поспать и утром все это отнести. Заходим домой. Смотри, рыбка, вот здесь я и живу. Сейчас пойду покажу тебе свою комнату. На, ложись. Я гостеприимный. Теперь срочно покушать. Покушай что-нибудь. Вот это. Что? Голод не убрался? Почему? Вот, теперь убрался. Не знаю, ту штуку просто так, получается, съел. Оп. А что, свет не работает? У меня, кажется, проблема со светом. Лампочка, что ли, перегорела? Или пробки выбило? Ой. Ой-ой-ой. Включись. Так, все включилось, хорошо. О, блин. Как тут все детально можно настраивать? О, черт, ничего же не видно. Зачем я повесил щиток в самом невидном месте? Ладно, хрен бы с ним. Завтра разберусь, когда будет светло. А, у нас нет воды. Это Посеедон меня наказывает за то, что я над рыбой измываюсь. Ладно, давайте. Ливка, что ли, хлебнем. Жажду убирает. Ой, хорошо. И стресс убирается. Еще давайте. Теперь срочно идем в туалет. И пойдем спать. Прям на рыбе буду спать. Положу ее под подушку. Это к удаче. К деньгам сто пудов. И так, рыба-то здесь. Не уплыла? Отлично. Ой, нифига себе, уже 12 часов. Ладно, давайте достанем рыбу. Рыба. Мне для тебя взять. А вот, все. Рыбу достал. Это для бабушки. Вот, будешь в холодильнике лежать. А сами пойдем к реке. Слышите? Слышите этот звук? Как будто сосед тут что-то, какой-то мотор заводит. Что это? Я не вижу. Блин, этот звук отсюда доносится. Но я не понимаю, что это. Как будто кто-то с бензопилой. Может быть с бензопилой. Возможно маньяк деревенский. Ладно, сейчас это не важно, не отвлекаемся. Я хочу ловушку расположить под водой, чтобы поймать еще рыбу. Но на этот раз я положу ловушку не так глубоко. Вот где-нибудь здесь на видном месте положим. Полностью погрузилась. Да, погрузилась целиком. Все, будем ждать, пока рыбешка заплывет. А пока выгрузим все барахло. Прям вот абсолютно все я перетаскивать сейчас не буду. По мере необходимости. Переноску для древесины мы положим вот сюда, в гараж. А сами пойдем в дом. Я хочу разобраться, почему у нас нет воды. Тем более, все равно нужно ждать, пока бабка позвонит. Или кто-нибудь, пожалуйста, позвоните. Это что, типа усложнение в игре? В пол мы внезапно лишаемся воды. Потом отопление, света. И наступит зима. Короче, где-то здесь должен быть котел. Похоже, это он. Бабушка, 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 бабушка. Ну-ка. Это бабушка. Принеси мне немножечко рыбы. Немножечко рыбы. Берем вот эту рыбу. Я думаю, нужно везде свет выключать. Когда с бабкой разберемся, тогда и будем заниматься светом. Бабушка важнее. Так, ты будешь держаться, рыба? Пожалуйста. Я прокинул. А прокинул нахрен мотоцикл, и рыба куда-то исчезла. Куда ее унесло? Вон она. Черт, все, в земле теперь. Надо сначала. Да блин. Ладно, положи сюда, рыба. Ты же на стойке стоял. Слабо богу. Так, рыбу. Положил. Аккуратно. Садь. Ты почему? Я не понимаю, что с тобой, мотик? Ну что с тобой? Издеваешься, игра. Ну ты что? Опа. Так, 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 так. Рыбу положил. Режим водителя вошел. Стойку брял. Вот, прекрасно. Есть. Наконец-то, как долго заводился. Сейчас я проверю, вторая рыба поймалась или нет. Я принесу бабке две рыбы. Одна тухлая и обвалявшаяся в песке, а другая свежая. Рыбешка. Пока еще не поймалась. Ладно, я не буду ждать. Потому что у меня жажда уже. Я сейчас подохну, мне нужны бабушки, чтобы попить. Лучше ехать медленно, но безопасно. Медленно, но надежно. Если просру заказ, то меня уволят из службы доставки рыбы. Быстрая доставка рыбы в вашей деревне. Доставим рыбу за 10 минут или вернем вам деньги. Эта бабушка нуждается во мне так же, как я в ней. Ей нужна от меня рыба. Мне от нее вода. Рыба уже хочет просто прекратить свои мучения. Это маньяк с бензопилой все еще где-то тут, в лесу, справа. Меня пугает. Рыба на месте, рыба на месте. Вон он дом моей бабушки. Бабуль, я рыбу привез тебе. Я должен как молочник вот так оставить на крыльце. Сейчас, погодите, мне нужны водички. О, боже мой, умираю от жажда. Все. Что за фигня? Ну, бабушка, на тебе рыбу. Прими этот дар от меня. Ты не представляешь, каких трудов мне стоило ее поймать. Ладно, давайте оставим здесь, может быть. Она сама выйдет, когда я уеду. Что она боится, не знаю, людей. Или, может быть, здесь до сих пор ковидные меры предосторожности. Я не знаю. Доставка бесконтактной у двери. Вот, все. Мне нужно ехать в город и купить себе хавчика. Возможно, нужно побольше рыбы. Могу тебе нужно на специальном подносе поднести ей. Не знаю. Почему игра не уточняет конкретно, сколько рыбы мне нужно принести этой бабке старой. Я еще вернусь, бабка. О! Это могло закончиться очень плохо. У меня нет шлема. К счастью, я не пострадал. Правда, стресс на максимум. Но это из-за бабки больше. Серьезно, это не... Дело не в аварии. Ой, резкий поворот. Резкий поворот. Туп. Так. Ух. Что это было? Что произошло? От чего я умер? От голода? Или от того, что я ударился плечиком об деревце? На минимальной скорости. Результат вскрытия. Я прожил два дня. Выпил 0,7 литров пива. О, кто-то звонит. Алло, бог. Да, я сдох. Все, принимай меня. О, боже мой. Это было... Это было отвратительно. Я так старался угодить бабушке. Она от меня отвернулась. Она даже не открыла дверь. Однако я смог заработать. Открыв конверт с рандомной суммой денег. И ни одной не потратил. Потому что я разбираюсь в финансах. И как их экономить. Я не буду их тратить до самой смерти. Вот реально, я просто сдох из-за бага. Это просто меня так сильно бесит. Но мы попытаемся в следующий раз. Не просите меня читать гайды по этой игре. Не просите. Я хочу познавать ее такой, какая она есть. Без подсказок, без всего. Я просто хочу жить. Жить в этом прекрасном городе Пироярва. Где ты умираешь в любой момент. От любой царапины. Но при этом выживаешь при столкновении с машиной. Без шлема. И маньяк какой-то с бензопилой уходит по лесу. Я хочу жить в этом мире. И надеюсь, что вы со мной тоже. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. С вами был Юджин. И всем... Пять! Пять!